Добро пожаловать в нашу студию. Боржан, в этой государственной программе развития массового предпринимательства и продуктивной занятости есть три направления, по двум из которых непосредственно работает именно Палата предпринимателей. Давайте немножко подробнее об этом поговорим. Мы, Национальная палата Атомикен с 2017 года, это программа пятилетняя, 2017-2021 года, мы являемся оператором второго направления, то есть мы оператором не финансовой поддержки, то есть обучаем в рамках проекта Бастал, а если в прошлом году мы обучили 15 тысяч человек, то в этом году 30 тысяч человек мы обучили основам предпринимательства. То есть в прошлом году это было 80 районов, в этом году география расширена, это 160 районов и плюс 27 моногородов и 14 областных центров. То есть наша география расширилась и мы обучаем желающих, это именно нужно подчеркнуть, что безработных и самозанятых, то есть более социально уязвимых, скажем, слоями населения, мы их вовлекаем в экономический оборот через обучение основам предпринимательства. В рамках первого направления, краткосрочного профессионального обучения, мы от Амикен, мы ведем реестр учебных центров и мы ратуем за то, чтобы было больше учебных центров именно краткосрочных, которые могут в современных условиях, очень долго, когда человек может обучаться там 3 года или 4 года технической профессии, поэтому проще, когда особенно субъектам бизнеса нужны рабочие, там те же строители, там монтажники, да, то есть те профессии, которые очень востребованы, ну экономическая ситуация не терпит того, чтобы ждать очень долго. Поэтому краткосрочные курсы были нами предложены и включены в программу продуктивной занятий массового предпринимательства, и в рамках первого направления от Амикен повсеместно в региональных палатах мы ведем реестр учебных центров и ратуем за то, чтобы учебные центры были при предприятиях, то есть было больше элементов именно практического дуального обучения. Замечательно. Ну вот вы говорите, что уже обучили тысячи человек как раз-таки именно массовому предпринимательству, да, вот основам предпринимательства. А есть какие-то результаты? Вы отслеживаете эту ситуацию? Да, надо отметить то, что продуктивная занятия массового предпринимательства, эта программа стала, наверное, одной из первых программ, в которой были учтены именно КПИ, то есть показатели эффективности. То есть для нас показатель эффективности и в прошлом году, и в этом году является то, что не менее 20% из участников обучения должны открыть бизнес. То есть здесь сделан такой шаг, чтобы были объединены основные элементы. Это вот обучение, это финансирование, микрокредитование на льготных условиях по сниженной ставке 6% годовых, да, то, чего там сельской местности до этого момента не было предложено. И плюс сопровождение бизнеса, то есть это любые консультации при поддержке. И внутри, то есть мы также после обучения ведем защиту бизнес-проектов, дальше направляем, рекомендуем на финансирование. То есть в комплексе здесь три элемента, опять же, обучение, финансирование, сопровождение. Поэтому проект мы ведем второй год, за два года мы сейчас, в прошлом году 15 тысяч обучили, сейчас порядка 24 тысяч обучили, и до конца года у нас заявлено 33 тысяч, мы обучаем 28 с половиной тысяч человек. То есть это в 14 областях повсеместно, поэтому называется программа массового предпринимательства. Само обучение, оно очень практическое, оно не является теоретическим, то есть не дается приоритет именно практическим занятиям, выездным каким-то мероприятиям, консультантам. И в рамках месяца обучения, участник обучения, он вместе с тренером, то есть с ментором, разрабатывает бизнес-план, бизнес-проект и проходит обучение по 12 модулям. Это практические модули налоги, маркетинга, то, что примитивно завтра будет именно в предпринимательской деятельности. Ну, эту отметку 20% вы достигли? Да, мы в прошлом году, из 15 тысяч человек, 3 314 у нас получили финансированный и запустили бизнес. Из них вот сейчас, на данный момент, около 95% из них оплачивают налоги, создают рабочие места, то есть мы ведем мониторинг этих проектов. Мы всячески сопровождаем, потому что у Атамикена есть 187 центров поддержки предпринимательства, районы, городские центры поддержки предпринимательства. И именно в этих центрах ведется обучение или вы привлекаете со стороны? У нас есть бизнес-тренеры, то есть профессиональные бизнес-тренеры, которые именно в комплексе оказываются услуги. Это то есть не бизнес-тренер, который обучает, скажем так, как ментор в рамках только учебного класса. Это обучение, это консультирование, это подготовка бизнес-проекта, это сопровождение, это более того, это помощь в подготовке пакета документов для финансирования. То есть это такая универсальная работа, и наши тренеры на самом деле являются универсалами. Мы их привлекли из разных организаций, то есть это были люди из консалтинга, из учебных заведений. То есть проводился тщательный отбор, и на данный момент у нас в 160 районах действуют 160 бизнес-тренеров, которые являются специалистами в своем деле. И знают, как нужно вести и поддерживать бизнес, и как вдохновлять именно людей, которые не занимались предпринимательской деятельностью, вдохновлять для стартап-проекта. И более того, есть такой аспект, что они консультируют именно в том, какой бизнес нужно развивать. Для этого от Амикен мы в этом году предлагаем провести страновой скрининг, то есть опросить всех предпринимателей, опросить часть населения, домохозяйства, для того, чтобы именно понять, какие ниши бизнеса востребованы в конкретном регионе. Поэтому мы проводили в трех районах Актюбинской области, провели в Туркестанской области, и сейчас намерен проводить еще в нескольких районах такой вот детальный маркетинг-анализ именно этих территорий. Именно не только районных центров и городов, но и там сел. То есть сейчас, например, анализ по Актюбинской области, к примеру, по Алгинскому району, когда мы проводили, там три района было в пилотном режиме как бы охвачено, поэтому там выявилось то, что необходимы досуговые центры, необходимы аквапарки, необходимы центры развития детей. То есть те проекты, которые реально нишевые проекты, и под эти проекты мы намерены в следующем году проект бы стал трансформировать таким образом, чтобы мы предлагали именно те проекты, которые будут именно более рентабельными, те проекты, под которыми есть экономическая основа, скажем так. Аквапарки даже не во всех городах есть. Да, ну вот теперь подскажите мне, так же у вас в палатах предпринимателей региональных вы готовите именно специалистов рабочих профессий или все-таки сотрудничаете с другими учебными? По рабочими профессиями есть учебные центры, которые обучают на своей базе. Мы у себя видим рейстор учебных центров и в том числе отдаем приоритет учебных центров, которые при предприятиях. То есть мы проводили разъяснительную работу с крупными предприятиями, говорили о том, что лучше у них создавать эти учебные центры, потому что, получается, во-первых, они обеспечат себя кадровым резервом, и во-вторых, они обеспечивают и рынок. То есть есть такие предприятия, которые пошли навстречу, и получилось вот такое сотрудничество между учебными центрами и предприятиями непосредственно. Ну у них и практическая база. Да, и практическая база. То есть эта база именно восполняет тот пробел, когда специалисты, например, в колледжах, не все могут похвастаться большим арсеналом знаний. Возможно, эти знания, навыки уже устаревают, опять же, когда занимаются по учебникам, которые, возможно, уже неактуальны. Потому что технологии сейчас быстро развиваются, поэтому бизнес, именно предприятия, они лучше знают, что необходимо им. То есть те конкретные навыки, которые им необходимы. Боржан, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Успехов вам! Спасибо. И напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях был управляющий директор Национальной палаты предпринимателей Боржан Розгалиев.